Привет, друзья! С вами снова я, ваш цветочный блогер Анастасия. Сегодня я не расскажу про свои цветы, не сделаю обзор на домашние растения, потому что я пока морально к этому не готова, но я расскажу, что я делала со своими домашними растениями. Вот тут несколько стоит, про которые я сегодня хочу вам рассказать. Видео про этот цветок я, естественно, не записала. Это Philodendron Gigant, Green Gigant, если я не ошиблась. Он мне появился бесплатно. Он был очень вытянутый такой, с частью листов. Часть листов у него вообще отсутствовала, потому что они пожелтели. Я не знаю, то ли его переливали, то ли его не доливали, сушили. В общем, был плохой уход. Видимо, на растение забили, и оно приобрело такой некрасивый вид. Я поставила дома. Вначале распустила несколько новых листов, я его черенканула. Макушку я решила укоренить и оставить себе. Остальную часть я отрезала некрасивую, низ оставила, так как он довольно толстый ствол, и его просто жалко было выбрасывать, вот он классный. Он у меня остался, значит, можно его продать, но решил, что ладно, оставлю себе, потому что он дал вот два новых классных побега. Я просто отрезала те листы, которые были желтые. Буду ждать, когда он распустит две эти красивые почки и пойдет в рост. Садила я их все вместе, чтобы куст казался более пышным. В дальнейшем просто добавлю, наверное, опору какую-то и буду следить за его развитием. Пересел он у меня, на самом деле, недавно, вчера или позавчера на днях, но чувствует он себя пока что прекрасно. Его я, к сожалению, не сняла, поэтому просто про него сейчас немножко рассказываю и двигаемся дальше. Эту монстеру вы могли видеть в моем видео с обзором цветов в моей работе. Я ее забрала вчера, и вчера же ее пересадила сюда. Я сняла видео в ночи, поэтому оно получилось не очень хорошим, но я все равно его вставлю. Вот сейчас показываю вам, как она выглядит на данный момент. Но на самом деле мне не очень нравится конечный результат. И вообще она частично пожелтевшая, пожухшая, листья маленькие, потому что там я за ней не очень хорошо ухаживала. Вот. Я просто хочу дождаться, когда она у меня, значит, адаптируется, в рост пойдут заново корешочки, и она себя будет чувствовать лучше. Я ее опять, наверное, расчеренкую, переукореню и сделаю какую-то более пышную композицию, более пышный куст. Вообще обвивать вокруг опоры — это прикольно, но у нее очень длинные междоузлия, и поэтому это такая просто длинная нитка с небольшим количеством листочков. Короче, мне не очень нравится. Что я решила сделать с этими двумя филадендронами и медузами? Я хотела его тоже продать, избавиться от него. Но решила, что я их сажу вместе и буду все-таки пытаться делать какой-то пышный куст. Здесь, значит, у меня черенок новый растет, но лист почему-то не очень сухой распустил. Видимо, я забыла полить. Ну, в общем, все нормально будет. Я хочу отрезать этот черенок, переукоренить его, отрезать вот эту штуку, чтобы в рост пошла вот эта почка, и сделать, собственно, из трех черенков уже что-то более-менее пышное, чтобы все росло в одном горшке, опиралась на опору и имела какой-то красивый вид. Он у меня тоже сидит давно, а вот, как ее, сансиверия. У меня была вот эта большая мадам, я тоже обменивалась на сансиверию свою, вот эту сансиверию меняла. И она, значит, дала трех детенышей тут вот небольших. Мне, честно говоря, не очень нравится, как выглядит большая мадам. У нее длинные сухие листья, они не очень хорошо себя чувствуют, видимо. Короче, хочу я ее выкопать, детей отделить, пересадить, не пересадить их все вместе. Ее хочу отделить от старых листов и переукоренить. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь, все будет хорошо. В общем, сегодня мы смотрим про сансиверию, про филандрон медузу и про монстеру сделать тоже вставочку. Приятного вам просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок О, господи, 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 господи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрим, как уживутся эти ребятки Не будет ли им тесно Если что, пересажу горшок побольше Так как это все-таки суккулент То сейчас я не буду поливать ее Подожду хотя бы денечек-два Пусть корни подсохнут И потом полью вот эту вот маленькую композицию Эту отрезанную воду Нужно подсушить срез Потому что если мы воткнем в землю Или поставим в воду Есть вероятность, что она просто загниет Вот, кто-то укореняет суккуленты В воде Вот такого вида Типа толстянки, сансиверии Вот это вот все Даже я сама один раз укореняла толстянку в воде На самом деле все было нормально Она не загнила, она укоренилась Сейчас я ее посушу И далее, не знаю Наверное, в воду засуну У нее уже есть вот эти вот маленькие зачатки корешков Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы с укоренением Я отправиться просто в воду через сутки, наверное В филадендрон Я решила срезать этот череночек Зачем мне тот некрасивый пень, подумала я И решила укоренить его Тем более, что у него на стволе есть уже зачатки корней И он без проблем укоренится Все будет в порядке Так что сейчас он у меня отправляется на укоренение Оставшийся пень у нас Должен пойти в рост Вот этот вот, как это назвать Вот этот зачаток Черенка В общем, должен пойти в рост Эта вот губка И потом я ее тоже срежу Так же, как и этот И у меня будут три черенка Раз, два, три Я сажусь потом вместе Не знаю, как это будет Поэтому видео, наверное, будет все-таки не скоро Ждем дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok